На сегодняшний день, согласно оперативным данным, в Архангельской области официально зафиксированная задолженность по заработной плате составляет более 100 миллионов рублей. Этой проблеме было посвящено заседание межведомственной комиссии, на котором руководители предприятий должников обязали предоставить отчеты. Славные сейчас, наверное, должники – это у нас сфера ЖКХ и сфера строительная. Сфера ЖКХ даже в большей степени. В сфере ЖКХ, к сожалению, очень низкий сбор платежей за коммунальные услуги с населением, способствует увеличению задолженности перед работниками в сфере ЖКХ. Если говорить о строительстве, то это может быть не сдача объектов и, соответственно, не расчет по этим объектам. Но для предприятий должники сейчас готовятся к процедуре банкротства, и велика вероятность, что их сотрудники пополнят ряды безработных. Сокращаются специалисты банковской сферы, сферы здравоохранения, образования, промышленности, но это не массовое высвобождение. Мы ожидаем, возможно, к весне, к лету каких-то изменений, но на сегодняшний день резких колебаний, я как повторяю, нет. Встретить проблемы во всеоружии помогает антикризисный опыт 2008-2009 годов. Тогда, благодаря программе переподготовки кадров, организованной Центром занятости, значительному количеству людей удалось найти работу. Была организована целая серия курсов по переобучению, были выделены приличные деньги, и очень много тогда людей как раз получили новые профессии, переобучились. Я думаю, что этот механизм будет использоваться и сейчас, если наступим к весне. На данный момент количество вакансий в Архангельской области примерно соответствует числу безработных. По мнению чиновников, экономическая обстановка еще не повлияла на ситуацию на рынке труда, и делать поспешные выводы пока рано.